Помнить то, что было, ценить то, что есть, созидать и защищать будущее. Чему обучают в Патриотическом Центре на территории Брестской крепости, узнаете в нашем сюжете. Открытие Центра произошло 3 июля 2018 года. Основное направление деятельности Центра – это работа объединения по интересам постоянного переменного состава, проведение учебно-тренировочных сборов победителей с учащимися Брестской области и города Бреста, проведение оздоровительной кампании в летние месяцы. Мы проводим экскурсии, уроки памяти, уроки мужества по территории Кобринского укрепления Брестской крепости и на базе нашего центра. Мы знакомим детей с героической обороной Кобринского укрепления Брестской крепости, с подвигом защитников Брестской крепости, а в частности герой Советского Союза Петра Гаврилова, лейтенанта Кижеватова. Главный корпус Центра представляет собой двухэтажную постройку 30-х годов прошлого века. Это без преувеличения живая история. Так, здесь, например, вы можете видеть следы артиллерийского обстрела, как напоминание о том, какому серьезному массивному удару подвергся город в первые дни войны. Здесь проживали и охраняли наши земли 125-й стрелковый полк, который и принял в первые минуты начала Великой Отечественной войны весь удар на себя. Одной из своеобразных достопримечательностей Патриотического центра является этот прекрасный тополь, которому уже как минимум 180 лет. На момент строительства Брестской крепости он уже благополучно рос на этом месте. Во время съемок нашего сюжета на учебно-тренировочных сборах находились ребята из Пинского района. 24 учащихся, которые в течение пяти дней будут заниматься по четырем направлениям. Это общая физическая подготовка, топографическая подготовка, медицинская подготовка и военная подготовка, часть допризывной подготовки. В рамках учебно-тренировочных сборов проходят занятия по различным направлениям. Одно из них – строевая подготовка, что мы сейчас и наблюдаем. На этой локации ребята изучают неполную сборку-разборку автомата Калашникова и снаряжение магазина патронами. Это только третий день, когда молодежь осваивает этот ремеслой. К слову, уже делает успехи. Судите сами. Тяжело было собирать, так как мы не умели. Потом нас научили, и мы собираем его за полторы минуты. В будущем я хочу стать военным или спасателем. И эти знания, которые я здесь получаю, они в будущем мне пригодятся. Мы занимались огневой подготовкой, строевой подготовкой. Сегодня проходил урок топографии. Планирую поступать в Академию МФД и думаю, что данные полученные знания здесь мне пригодятся. Только что мы занимались на учебной полосе препятствий. Она отличается от стандартной, более упрощенными заданиями. То есть здесь нет колючей проволоки, здесь немножко выше препятствия стенка. Прошли хорошо. Главное, что им интересно, у них есть задор. В школе нас всех собрали в актовый зал, сказали то, что будут сборы спортивные. И я решила туда поехать, потому что было интересно. Я хотела посмотреть, на что я способна вообще. Вот я поехала, и я рада этому. Здесь очень нравится то, что все друг другу помогают. Нет такого, что все сами по себе. Мои родственники очень сильно волнуются за меня, так как я никогда не была на таком сборе людей. Поэтому моя мама не волнуйся за меня, со мной все хорошо. Планируется реконструкция двухэтажной казармы и создание спортивного ядра. На втором этапе планируется реконструкция казема Тенального фронта, в котором будет расположено около 20 учебных классов и мастерских. Сотрудники центра верят, эти меры дадут мощный толчок для получения учреждениям республиканского статуса. И тогда молодежь уже со всей страны будет проводить здесь слеты, знакомиться, а главное познавать, ценить и сохранять историю родной страны.